всем привет друзья с вами мистер перец и сегодня мы начинаем играть 35 ммм по отзывам это игрулька атмосферная интересная к тому же дело русский русский разработчик низкий носков я не знаю делали он что-то до этого почему я решил поиграть в эту игру во-первых что-то меня как-то благодаря фаер-вотчу зацепила индюшатиной и к тому же я люблю атмосферные игры в этой игре конечно противоречие противоречие в отзывы кто-то говорит что она скучная затянутая кто-то что на прекрасная игра я решил попробовать сам почему бы и нет игра про постапокалипсис на бывшем постсоветском пространстве так понимаю давайте начнем новая новая игра в доме ничего нет осмотрись сам если хочешь итак нам дают порулить нашим персонажам нужно привить свои вещи так женщин жить не жидницкая дом 16 квартира 5 это батареи какие-то мужики тут это все никак не могу ладно так посмотреть дом давайте осмотрим дом ну да видимо одно барахло ого фотка кстати описание к игре было написано что-то симулятор ходьбы вот и зрители я отношусь к таким играм у лампа также там было написано что-то атмосферный только консервы батарейки так мы нашли с вами консервы батарейки до батарея 1 и d3 пассатижи там что-то гремит вдалеке 1 пойдем товарищ кто-то там если готов можем идти пошли вперед идти ты идешь пожалуйста пойдем вместе бежать можно отлично я готов можем идти бородач дурак какой-то а чего делать то надо а пофоткать можно давай сфотка у тебя вместе то как то первый снимок вот здесь вот не так уж загараживает что ж такое то давай вот так отлично как я взял вообще этот фотоаппарат ух ты нож у меня есть так единичка это фотоаппарат двоечка это нож фирак и все ну музычка тут атмосферненькая да это что а это коса тем это та коса которая на фотографии да слышь ты мы пойдем сегодня или где пожалуйста дяденька ладно я пойду там стоит так идем да как бы уже полчаса как я иду здесь 35 мм господа пожалуйста это пленка 35 мм что ли это какая-то измерительная величина пленки фотоаппаратной ты случайно не знаешь что такое 35 мм ой там что-то все разрушено я так понимаю мы должны тут ходить бродить и наслаждаться жизнью да то есть атмосфера игры правильно я понимаю товарищ вот этой ты странно ходишь что плескается мы туда не пойдем проверить что там слушать у тебя ноги деревянные или или как ты ничем не болел в детстве не может на войне воевал без ног остался и это костыли у тебя деревянные капитана крюка только ноги то есть и не капитан крюка капитан деревянная нога там деревянные ноги две нет чё шумит так сильно что там такое что за прицеп какой-то кто-то может возразить мне что-то вот он гппц какая что-то шуршало ты слышал нет так вот в продолжении моей мысли кто-то может сказать что это он гппц какая атмосферная игра и нужно вслушиваться и не шутить шутки как я по дурацке пытаюсь пошутить но я слушаю серьезно у меня наушники я все прекрасно что случилось так минутку все верно скоро будем у дороги а это что болото что ли или чего к какой дороге мы идем товарищ чита а почему я бородатить тебя кстати у нас нету бритвы да мы бритвующим или чё просто ты бородатая вообще заросший пипец ты вон немножко перечесанный в кавычках что ж тут что-то валяется что это это просто текстурки ну ладно пусть текстурки вышка какая солнце светит прямо в глаз я вижу вышку ты видишь что ж так шумит это это просто апокалипсис такой да чувак ай ладно я ничего не спрашиваю я ничего не спрашиваю ты что-нибудь спрашиваешь я нет хотя нет можно я спрашиваю куда мы идем бородач может я так называть бородач знаете как-то и не страшно и не и ничего просто идем в какой-то лес я так-то и в жизни могу до леса прогуляться абсолютно бесплатно если честно спасибо тебе игра ну как-то не раскрывается ни сюжет ничего атмосфера ну да атмосфера по крайней в том же фаер-вот чем мы гуляли по лесу местность тут дикая будь начеку там были прекрасные диалоги ага тут я смотрю вообще обалденные диалоги местность тут дикая будь начеку ага там была Делайла был Генри они шутковали шутки свои америкосовские а тут русские люди суровые апокалиптические бородатые русские люди ну ладно пусть так я не против там там кукует кто-то слышь я надеюсь мы с тобой куковать-то так не будем может мне расскажешь что-нибудь историю какую-нибудь нет не хочешь историю не хочешь рассказать я могу рассказать хочешь историю интересная история только вот ничего она у меня приходит историю тебе рассказать знаешь когда я был маленький мы с друзьями был май по-моему была была жаркая погода нам было очень жарко мы хотели искупаться и мы пошли куда-то далеко-далеко пошли был где-то какой-то пруд и мы пошли слушай тут колеса вот колеса тут кто-то ездил так вот мы пошли не на городской пруд а какой-то там блин я забыл как называется когда вот что это такое оу белка обалдеть охрене я за скоростью света туда забыл ты видел нет тут она ползла-ползла еле-еле блин ты бы как-то пореалистичнее ноги передвигал что ли я не знаю зачем это я так вот мы с друзьями пошли купаться водоем я не знаю как это называется но это искусственный водоем и ты знаешь о чем я да песчаные карьеры там заливают водой там ключики-то бьет это все называется какой-то водоем так вот мы пошли туда этот водоем и там готовили будет жарко будет хорошая погода там девятка по-моему стоит это дорога да ты о ней говорил может машину возьмем бардач что молчишь-то давай сфоткаем девятку мы ее наверное не видели не это девятка это не четырка это девятка еще четкие пацаны на ней здесь дели а можно открыть а вот а ты еще открывает скрипит а вот бутылка какой-то российский курортный город все я зафоткаю сейчас погоди я тут это у меня клуб юного натуралиста давай сейчас на фоне на фоне на фоне вот так вот типа ты типа твоя купил только что круто получилось RO503L а почему сначала две буквы а не наоборот сначала одна буква цифра и две буквы что-то тут неправильно ну да ладно что мы стоим то нам туда ну пошли давай быстрее я устал ждать я тебе историю еще не дорассказал так вот мы с друзьями пошли на этот вонючий водоем мы думали будет теплая охренеть какая горячая вода ну ты понимаешь был май вода еще не прогрелась там считай лед недавно сошел вода еще холодная мы окунулись фото репортером был? нет просто увлечения фото репортер ты где такое слово ты выдумала? кто-то однажды называл фотоаппарат маленькой машинкой времени она позволяет окунуться в прошлое вспомнить и прочувствовать те эмоции что сопровождали нас в тот период жизни что шуршит хотя порой это бывает крайне болезненно все же хорошо что есть такая возможность ты тоже так считаешь? почему ты останавливаешься постоянно? продачи? не понимаю тебя носков может конечно талантливый человек но действительно как-то он его немножко я понимаю наверное нужно чувствовать всю эту атмосферу прочувствовать ну ты хотя бы диалогами скрасил бы это все дело что ли я же один не могу я не вывожу просто истории про то как мы с друзьями купались где-то там опять трактор так вот вода была холодная представляешь я когда решил я передумал скупаться с друзьями что-то было холодно и подумал ну нафиг нафиг и потом когда мы уже почти собрались я случайно поскользнулся и упал в воду прямо в одежде вот смешно было жарко но все высохло но консерва пустая лопата не смотри тут нету ничего интересного смотрят это все это все что ты думаешь об этом общительный собеседник мне попался повернись хоть что ли вот вот вечно отворачивается пёсик ну смотрю да привет пёсик зафоткаемся пёсик ладно куда ты тупый что а там вот туда не пойдем пёс пёс с нами не хочет пёс и своя дорога да ладно там что-то шумит ты слышишь там что-то шумит пик-пик вот так пик-пик делается пик что пищит там силуэт можно приблизить как-нибудь я пойду посмотрю что там такое обалдеть что такое охренеть зафоткать так эй бородач кусач кусач бородач там ушел пене его а вон он идет слушайте потерял а там это хера болен там походу это похоронили кого-то слышь слышь не ну ладно могу еще историю сказать помочь что это так общитель приходится мне рассказать истории хоть я совершенно этого не умею и у меня вообще мало историй из жизни все падает что шумит то там так ты можешь мне расскажешь что произошло в этом мире просто апокалиптическом товарищ носков вот или носков о мою молчит идет нормально нормально мы не убежим от него слышь ой 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 где у меня нож бежит ведь экшен друзья экшен ножик надо стать я буду как Брэд Питт Оскара буду брать блин я же не Брэд Питт хотя нет я очень не подхожу борода у меня есть ножик есть а и ты тут чуть не обосрался ты че так пугаешь то где мне торчит твою мать почему он не заходит ты че он жрет трясется бедный ты напугал его слышу он трясется извинись перед ним что происходит уже матье ладно я справился нет походу да я стал рыбой почему у меня все такое рыбий глаз какой-то что происходит вообще я наверно точно стал рыбой у меня голова рыбы по-любому ножницы почему я шарюсь первым делом встал взгляд у меня какое-то рыбье зрение я шарюсь по ящикам обалдеть просто ординаторская там ординат сидит в ординаторской сидит ординат георгий георгий васильевич наверное кому-то плохо но тут все хорошо как это неважно выглядишь чувак ну ладно почему мне это напоминает таутласт тут уже мухи личинки отложили в нем я один из заболевших что ли вот такой же жмурик океанин наверное должен был быть да тут тоже наверное шмурик есть нет давайте возьмем бумбокс советского производства океанин океанин продолжают наступать новичневые сообщения по последнему дару на окрас разговор образованной в городе уникровой группе они пытаются осветить мясо и финализировать контакт сомнений если делать все возможно для этого из-за ситуации то в этом известном происшествии на поиск прием в предметах как-то просто заполучить врачом положительные герой оттенчения по герой обрагаются волонтеры в свою очередь рекомендую запустить справедливо и по возможности не уходить из своих ног заметил первые симптомы заболевания следует ограничить общение с близкими людьми до уточнения диагноза мы будем продолжать все как информативно а то я не понял что глобальный кто там харкается блин у вас в топку всякие тут полуток что происходит вообще ой тут полная палата жмуриков ладно за тихо мирно в уголочке сидит включим лампочку чтоб темно не было хотя давайте посмотрим что что-нибудь интересно есть николаев в с дата рождения 3 08 1985 поступил в тяжелом состоянии с признаками геморрагической лихорадки был произведен дренаж для удаления жидкости из брошенной полости брюшной полости после ряда процедур пациент пошел на поправку чему способствовала активизация собственной иммунной системы что встречается нечасто при данном типе заболевания спустя месяц пациент полностью поправился приобретя стопроцентную устойчивость к вирусу то есть у нас это иммунитет это тут или не у нас это или про кого там перчатки тут короче люди заболели ну хоть не зомби стали и на том спасибо кто-то все харкает это это был коля да колька здорово как твой дренаж мы нормально может все же поведаешь с какой целью мы путь держим уговор я выполнил остальное не имеет значения ладно право твое когда люди начали умирать никто и подумать не мог что все так закончится никто не был к этому готов сократилось население земли в разы казалось бы воздуха больше пространства шире но нет зря человек оказался настолько дик и неадаптирован что начал грызть сам себя паника мародерство конфликты никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже без сил. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно. Окей, бородач, намек. Понят. Что ж, ребятки. Так, а где колодец? Может, ты скажешь? Что-то тут дымно как-то. консервы. Короче, что-то как-то скучновато, если честно. Я не знаю, может, я верну эту игру, может, будет дальше проходить. Посмотрим, если, ребятки, вам понравится. Ой, спрай... Спрайтовая... Спрайтовый дым. Обалдеть. Короче, ребятки, если вам будет нравиться, я буду дальше играть. Если нет, так я это... Наверное, верну игру. Не знаю. Рюкзачок. Ты ведро-то мне дашь или где? С водичкой твоей. Короче, спасибо всем, кто смотрел. Если вам нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем до следующих серий, друзья. Всем пока.